Поехали. Все, мы в эфире. Так, Сардана, привет. Во-первых, так, я тебя, наверное, поздравлю все-таки с выступлением. Я знаю, что ты, наверное, как обычно, самокритично к себе относишься, и, возможно, ты не считаешь этот результат таким крутым, но я в первую очередь поздравляю тебя с призовым местом. Давай, скажи, пожалуйста, как ты оцениваешь сегодняшний свой перформанс в Белграде? Спасибо. Ну, да, я не очень сильно довольна собой, но я делала все, что могла на трассе, потому что вторая половина трассы была очень сложная, и вот у меня вообще ноги в конце вообще отказались бежать, но я добежала. Чем ты недовольна? Ну, результатом, естественно, недовольна. Я столько работы делаю не ради 2.32, но скажу так, что у меня самочувствие было лучше, чем в Франкфурте. Вот, и по трассам, и вообще, типа, самочувствие на старте было лучше, чем в Франкфурте, но вот не знаю, вот именно горки, что ли, меня так сильно подкосили, и я в конце вообще реально упиралась, прям стена была жесткая. Давай про сам марафон. Во-первых, было ли сегодня жарко, на твой взгляд? Ну, я такой сильной жары не почувствовала, наоборот, был сильный ветер. Ну, было жарко, ну, типа, но это, как сказать, терпимая жара была. Жарко, я хотела обливаться, я брала бутылки, прям обливалась. Были пункты охлаждения, но, ну, так чуть-чуть, типа, помогали, но это некритичная жара была. Ну, у нас бывало и жарче, ну, как в России, ну, в стартах вообще. Давай по ходу гонки. Смотри, получается, ты достаточно быстро отпустила лидеров, там сколько, где-то 5 километров или, может быть, даже меньше, вот, и собирала всех на второй половине дистанции. Как ты принимала решение вываливаться из пачки лидеров или не вываливаться, или там что-то продернули? Я просто не смог подрубить себе трансляцию и видел только то, что скидывала мне Вова по видосикам. Трасса мне незнакомая, но я слышала, что будут немножко подъемы, немножко спуски, а со старта был спуск жесткий. Первые два километра прям очень хороший спуск был, мы быстро спустились. Мне сказали, что пейсер будет бежать на 3.30, по 3.30, то есть. И я планировала вообще держаться за пейсером, вот, но так получилось, что толпа, как разогнался вот на первых двух километрах, вот так и подняли. Я сначала пыталась там 5 километров чуть-чуть за ними держаться, но потом чувствую, что вот так вот я долго не протяну. Я думала, всегда же бывает так, что когда быстро начинают, они потом капают. И я, ну, надеялась, что так и будет, что они начнут капать, и я начну догонять их в конце. Насколько быстро они разогнали, ну, насколько быстро вы разогнались на этих первых двух километрах? Я еще часы не смотрела, но из трех двадцати точно первые три километра, а потом двадцать три, как-то я еще пыталась там за ними. Я думала, это сейчас разгонится, потом успокоится. Типа, они, нет, начали быстро бежать, и я подумала, лучше я их отпущу, потом зато себя сохраню. Сказался ли как-то на тебе этот первый спуск, что-то долбило там, или как бы это прошло так, бесследно? Не скажу, что это что-то, ну, первые пять километров вообще спокойно было. До пятнадцатого километра меня ничего не беспокоило. Ну, как я бежала, как бы, самочувствием, самочувствием контролировала. Было все хорошо, ну, где-то пятнадцать-шестнадцать километров. Потом этот, я бегу по два двадцать семь, ой, три двадцать семь, например, потом резко смотрю, у меня один километр три тридцать семь. Вот плюс десять секунд резко прибавилось. Ну, это был ветер такой сильный, я прям... Пыталась там за кем-то держаться, но у меня не получилось. Работаю так же, ну, типа, стараюсь там держать из трех тридцати, но не получается вот. Вы перепекали из одной части города в другую, там был такой достаточно большой мост. Как вообще на нем было? Ну, судя по видео, там тоже прям очень нормально так ветер долбил. Да, вот там очень сильный ветер был. Вообще по всей трассе ветер был. Ну, где-то вот открытые участки, там сильный ветер. И мосты, подъемы на мостах, длинные подъемы. Я до половины себя нормально почувствовала, до двадцать пятого километра, наверное. А потом уже началась вот эта вот тягунчик. И он такой тяжелый, длинный, вроде бы незаметный, но там тягун. А где спуски, там сильный ветер, короче. Как будто, ну, как-то так. Как будто сильно лучше не становится, да? Да, да. Это кого сейчас спуск будет, сейчас это... Немножко расслаблюсь там, это нет. Там сильный ветер, я вообще там до упора. Короче, у меня последние километры, последние три или четыре километра, прям жесткая горка. Я там вообще, я там стояла на одном месте, еле-еле добежала. Реально, ноги вообще не... У меня так сильно закислились ноги, что как каменные стали, передние особенно. Я так понял, что там какие-то километры были вообще медленнее четырех минут. Или мне показалось? Да, ну, из четырех там, четыре, десять что ли было. И я смотрю на время, но я ничего не могу сделать. Вот мне не стыдно было вот в то время, я когда-то поднималась почти четыре-десять. И, ну, я смотрела, и ничего я придумать не могла. У меня мысль была просто добежать сейчас просто. Тяжело было просто. Это был самый жесткий по рельефу марафон в твоей карьере. Можешь ли ты его с чем-то сравнить, я не знаю. Московский марафон, там тоже же холмы, да. Просто в московском марафоне они короткие. Как бы ты поднимаешься, потом спускаешься. И как бы нога закисляется, потом отпускает. И как-то ты опять начинаешь набирать скорость, там, разбегиваться. А тут получается закисление плюс закисление, еще закисляется. Ну, как-то вот так вот. Смотри, ты сказала, что ты готовилась не на 2.32, вот, и что по работам это было понятно. Ты можешь сравнить, например, ну, я не знаю, вот за последние, давай, например, так, за последние три года, когда ты была в лучшей форме, например? Ну, на чемпионаты России в 20-м году. И по сравнению с чемпионатом России, ну, то есть у тебя наверняка есть какие-то работы, да, которые ты там делаешь в последние, там, последние несколько недель перед стартом, и они, наверное, как-то похожи. Вот, можешь ли ты сравнить, там, делала ли ты их так же, делала ли ты их быстрее, ну, то есть, чтобы понять, ну, насколько ты была готова, по твоему мнению. Ну, наверное, так же, как и перед чемпионатом России в 20-м году, ну, или даже чуть лучше была. Ну, как, я не могу сказать, что я вот была так готова, и, типа, если бы хорошая трасса была бы, я пробежала бы вот так вот, не могу сказать. Потому что перед Франкфуртом я тоже очень хорошие работы сделала, и вот в Франкфурте что-то пошло не так, и из-за этого кто-то стучится. И вот, и из-за этого я не могу сто процентов уверенно сказать, что, типа, я вот эту работу сделала, и вот так вот пробежала бы. Sorry, this is for you. Thank you very much. Thank you. Come on, Kate, goodbye. 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 Медаль принесли, что ли? Да ладно? А почему ее сейчас только принесли? Медаль на финише мне медальку не дали, я спрашивала девочки, которые мне дали переводчице, я говорю, почему у меня медальки нету? Она говорит, медальку где-то там раздавали. Я говорю, ну, жалко, у меня нету, принесли. Прикольно. Да, возвращаясь вот к тому, что насколько ты была готова, и ты с Франкфуртом тут сравнивала. По самочувствию, по трассе я бежала лучше, чем в Франкфурте. Ну, типа, по общему самочувствию у меня было лучше, чем в Франкфурте. Не знаю, если бы я вот так вот бежала в Франкфурте, там же ровнее Тараса. Ну, тоже я не могу сказать, как бы я пробежала. Давай по твоей подготовке. Расскажи, ну, получается, ты, как обычно, была в Бостере, потом спустилась в Кисловодск, и уже из Кисловодска полетела в Белград. Сколько ты по времени, получается, провела в Кыргызстане и потом спускалась в Кисловодск? Наверное, два месяца была в Кыргызстане, потом спустилась в Кисловодск. Но я должна была стартовать на прошлой неделе, в воскресенье. Мы подгонку делали под этот старт, под Линц. Я должна была бежать в Австрию. Я даже на прошлый понедельник начала диету делать. А потом, ну, типа, я жду, визы нету, ну, что, пустую тоже не хочется диету делать. И я там полдня делала диету, потом забросила. С марафоном в Линце не срослось из-за визы. Ты подавалась, ну, ты прям в Австрию, ну, на австрийскую визу подавалась? Я подала испанскую визу. Ага. И ее вообще не сделали? Ее сделали. Я написала с 14-го, а 16-го должен был старт быть. И мне дали визу с 14-го по 18-е, но паспорт мне вернули 18-го числа. То есть тебе дали всего на 4 дня визу? 3 дня, но мне паспорт, наверное, даже паспорт выдали в день окончания визы. То есть посольство выдало в день окончания? Блин, охренеть. Не знаю, почему они так сделали, и, типа, правильно ли это, или что мне делать с этим. Я написала заявление об этом, ну, не знаю, пока ничего нет. За сколько ты начинала готовиться в Линдс? Когда ты знала, что ты побежишь этот марафон? За полтора месяца, наверное. То есть, получается, ну, ты там начинала готовиться просто условно к марафону. В процессе подготовки вы, там, какие-то выбирали варианты, и только потом уже, ну, как бы, в процессе уже стало понятно, под что вы подводитесь. А какие были еще варианты, кроме Линдса? Там менеджер искал, сказали Линдс, и других вариантов, по-моему, даже не было. А кто из менеджеров искал? Менеджера зовут Гюнтер. А, Гюнтер, это чувак, который помогал Ренасу, мне кажется, да, по-моему, он ему искал старты. У тебя были бы в Линдсе какие-то призны? Ну, то есть, понятно, что ставят в элиту, оплачивают пресс-проживание, а были ли у тебя призны там? Да, в Линдсе были. Видимо, за несколько дней до Линдса ты уже понимала, что ты туда не попадаешь. Насколько легко было? Я поняла, ну, за несколько дней только. Вот сюда даже лететь я тоже узнала вообще за пару дней, наверное, потому что я все равно внутри, в глубине души надеялась, что мне визу дадут. Мы уже понимали, что опоздали, например, в среду или вторник, что мы опоздали, и я, вероятно, в Линдс не попаду. Мы подумали, возможно, если мне дадут визу, мы же не думали, что на 4 дня прямо мне визу дадут. Да, я найду старт где-нибудь там, ну, в Шенген-странах, а если нет, тогда будем искать, типа, безвизовые страны. Вот, и, короче, из-за этого в понедельник не было ясно, где я стартую. А когда ты, и получается, во сколько-то, в четверг или в среду, да, ты только поняла, что в Белграде? Да. Офигеть. А какие были альтернативы? Ну, у Белграда были какие-то альтернативы? Нет. Ну, и вам нужно было найти максимально близко к датам Линдс. А что с диетой в итоге стало? Прошлый понедельник начала диету делать. Я бы уже планировала в это воскресенье бежать, и вот начала заново диету делать. Насколько сильно тебя обломало вообще то, что ты не попала в Линдс? Ну, то есть, я представляю, что ты готовишься как бы к серьезному старту. Это, наверное, помешало немножко по планам тренировки. Я не сильно, ну, как-то стараюсь зацикливаться на то, что я там расстроилась, типа, из-за того, что я расстроилась, не смогла бежать. Такого не должно быть, потому что я готовилась, работу делала, объемы делала, подогналась, и, типа, я стою и бегу. Должно быть так. Просто перед Линдсом, понятно же, мы начали подгоняться и начали там убрать объемы, там снизили нагрузки, а потом я не бегу, и, получается, мне надо что-то делать, потому что, если я ничего не буду делать за неделю, я совсем как размягшую еду. Я работу сделала, потом опять вот этот вот отдых, ну, немножко помешало вот в плане тренировки. Тоже у меня в голове сидит то, что это не должно мешать моему старту. Я же готовилась, я же работу делала, я должна быть хорошо выступать. Я не ссылаюсь на свой плохой результат, на то, что это поменялось. Может быть, что-то есть, но я в это не верю. Я должна была хорошо мешать, не знаю, почему так. Ну, типа, трасса, вот, тоже не хочу ссылаться на трассу, только не знаю, что. Я сама еще не полностью разобралась в этом. Можно вот конкретики насчет работы, смотри, ну, то есть, вот, последняя неделя перед, там, ну, считай, перед длинцем, да, у тебя там есть какая-то работа, например, которую ты обычно делаешь, ну, уже находясь в диете, да, я правильно понимаю? Нет, до диеты. Работа до диеты. А что это за работа обычно у тебя? Она, наверное, одинаковая, да, всегда? Ну, нет, не всегда одинаковая. Я пятерку делала, последнюю работу жесткую, ну, типа, должна была быть, по идее, последняя, по 3.25. И дальше ты должна была начать делать диету и там просто какие-то кроссы бегать. И, получается, вы узнали, что линца не будет, и ты сказала, что ты делала работу. А что была за работа? Тройки, двойки, ну, это такая, тоже короткие, но быстрые работы. Это сколько там суммарный объемный, суммарный рабочий объем у тебя примерно был на той работе? Тоже где-то 10-12 километров. А как вы строили, ну, вот эту, получается, типа, дополнительную предстартовую неделю? Здесь была тоже какая-то, ну, типа, работа там пятерка, десятка жесткая или как-то она иначе строилась? Из-за того, что я отдыхала же, ну, получается, такую работу сделала и, ну, типа, отдых и разминка, типа, ну, такая неделя была перед стартом, подгоночная неделя. Надо было как-то этот, разбудить свои мышцы, ну, как бы, говорить, что пока рано отдыхать. И я делала вот тройки, двойки за 10 дней или там сколько-то дней получилось. А как вообще по ощущениям, грубо говоря, у тебя сейчас было, скажем так, ну, типа, две легкие недели, да, перед стартом? Обычная неделя. Насколько, ну, как-то изменились твои ощущения непосредственно перед марафоном? Не знаю. Я вышла на старт, как обычно, такого, что что-то поменялось, типа, такого нету. Было много рельефа в Белграде. Насколько вообще вы пользуетесь рельефом в своей подготовке, то есть? Ну, в Кисловодске я на сборах была. Ты из дома выходишь, и тебе надо горку работать. А так и гидеть, да, мы очень много горок делаем. Какие у тебя дальше планы на сезон? На этот сезон все. Я послезавтра, завтра вечером лечу в Москву, потом послезавтра в Якутску лечу. И, ну, буду отдыхать, дома восстанавливаться, травмы лечить. Потом в июле начну уже сезон и буду готовиться к азиатским играм. Азиатские игры. Насколько это для тебя интересный турнир? Я понимаю, что это крупный международный старт, при том, что на азиатских играх даже есть вероятность встретиться с очень сильными спортсменами. Там, опять же, какой-нибудь Бахрейн может прислать какой-нибудь марафон к уровню 2.20. Но глобально это не то, что прям супертоп. Насколько тебе этот турнир кажется интересным? И почему именно он? В августе чемпионат мира должен был пройти. И в сентябре азиатские игры. Федерация Кыргызстана по лёгкой атлетике, ну, вообще, типа, Федерация Кыргызстана, важно, чтобы я бежала азиатские игры. Поэтому решили там, ну, типа, акцентрировать внимание и бежать этот марафон. То есть, у тебя будут азиатские игры в сентябре, и всё, и дальше опять сезон у тебя закончится? Ну, там дальше посмотрим, что будет. А какая вообще вероятность, что ты пробежишь в этом году три марафона? Я так не делаю уж. Никогда так не делала. Ну, типа, бывало, но это, типа, не по своему желанию, а из-за, там, коронавируса, что сместилось так. Так, думаю, мне два достаточно. А где азиатские игры пройдут в этом году? Китай будет. Китай. Там, наверное, будут какие-нибудь непростые, да, погодные условия, скорее всего. Вполне может быть жарко. Как вы уже думали о том, как будете строить свою подготовку? Будет ли какой-то там, ну, какая-то там адаптация под жару, или всё будет как обычно? Думаю, да, будет адаптация под жару. Мы будем искать места, вот, где именно погодные условия соответствуют Китаю. Перед Олимпийскими играми мы рассмотрели вариант Владивосток-Приморский край. Там же тоже такая же влажность, как, типа, в Токио. И мы рассматривали этот вариант, что мы можем сядь туда, типа, адаптироваться и вот почувствовать погодные условия. Ты сказала, что Федерация Легкой Атлетики Кыргызстана заинтересована в том, что ты бежала на азиатских играх. А есть ли у тебя ещё какие-то обязательства? Ну, там, не знаю, например, участие на каком-нибудь чемпионате страны, не знаю, по полумарафону или пеке на 10 тысяч метров? Пока таких нету. Ну, я бегу свои старты. Единственное, что они просили бежать в азиатские игры, поэтому, ну, как бы, уже работаем вместе и типа мы согласились бежать. Какой бы марафон ты хотела в ближайшие годы точно пробежать? Давай так, просто марафон мечты. Париж. Париж? Почему именно Париж? Игры. А, всё, понял, Олимпийские игры, да. Это, конечно, было... Это единственный марафон, где я хочу бежать. Это Олимпийские игры. И неважно, где я хочу бежать, именно Олимпийские игры. Сейчас у меня желание просто хотя бы бежать. Женский марафон, ну, сейчас там творится какая-то полная жесть вообще. Что ты думаешь на этот счёт? Меняется ли как-то твоё отношение к марафону, там, мотивирует тебя это? Или, может быть, наоборот, у тебя как-то... Ты типа думаешь, блин, что они творят вообще? 2.14, 2.15 просто летят из всех углов. Я вообще не понимаю, что мне надо делать на тренировках, чтобы бежать вот такие вот 2.16, 2.18 и бежать. И пока у меня в голове... Может, у тренера есть, но у меня в голове пока нету. Что мне надо? Какие работы мне надо делать, чтобы так вот бежать? Ты бежала сегодня снова в адиках. В первых карбоновых адиках. Это всё ещё твоя любимая модель, которая, ты считаешь, работает лучше всего для тебя. Да. Я прошлый марафон пробовала, в имени я хочу бежать, потому что я полумарафоны в них бежала, мне вроде бы нормально зашли. А вот в марафоне я не показала результат, который я хотела показать. И из-за этого начала, ну, типа, копаться, что пошло не так, достались ей эти марафонки. Может быть, дело не в марафонках даже, просто, типа, ты же уже не знаешь, чего винить. Ну, тоже подумала, может, не пошли марафонки, потому что они толстые, и, типа, я в них как будто в конце марафона, когда я сильно устала, я начала в них проваливаться. Ну, я уже начала с пятки бежать, и как будто я в них проваливалась, и я решила ничего не менять, вот свои старые любимые марафонки. Ты пробовала что-то еще, кроме Бомаи? Ну, понятно, ты еще Адики, наверное, пробовала, которые толстые. А там, например, Найки, Нексты какие-нибудь или что-то еще? Нексты пробовала, они мне не зашли. Вот у меня такое ощущение, когда стою на этих подушках толстых, как будто я шатаюсь, нет у меня какой-то баланса, что ли, не знаю, как будто вот так вот нога, вот так вот, не столько стою, короче. Ну, тоже заказала марафонки Найки, Вапорфлайи, хочу сейчас домой приеду и буду пробовать в них побежать. Может зайдут, не знаю, раньше у меня зумфлайи были, Найки, они как-то вроде нормально в них бегала, несколько стартов, хорошо в них бежала. Хочется использовать эту, карбон нормально, ну, типа, все же в них бегают и, типа, говорят, что карбон круто работает, и я хочу с ними, ими пользоваться. То есть, какой-то резерв в результате можно на обувь заложить, на то, что зайдет какая-то тебе пара. Последний вопрос, я думаю, на сегодня. Да, скажи, пожалуйста, вот в свете того, что ВФЛА разбанили, полу, типа, разбанили, не было ли у тебя сожалений каких-то по поводу того, что ты рассталась со спортивным гражданством России? Нет, таких сожалений нету, потому что, ну, опять же, непонятно, когда бегу, и непонятно, что будет потом. Это не стильно. У нас в Федерации еще пока не стабильно, поэтому я уже, ну, типа, я не молодая, мне уже заканчивать пора скоро. Вот, и поэтому я вообще не жалею, что хотя бы я пару статов уже сделала в статусе Кыргызстана, и я этим очень довольна. Я вообще благодарю Кыргызстан за такую возможность. Спасибо большое, Сардана, что уделила время и согласилась поболтать. Спасибо тебе большое за парня, Вова. Да, Вова, Вова. Он мне здорово помог, вообще так хорошо, когда кто-то вот на трассе тебя поддерживает. Ну, типа, он не кричал там, ты-то какая-то бежишь. Просто чувствуешь, что есть человек вот где-то. Ну, например, на пунктах питания, я не заметила несколько пунктов питания. Не знаю, может, там из-за того, что там толпа этих волонтеров была, я не заметила. Или пункты питания, они как у нас, типа, 5-й, 10-й, 15-й километр, а у них, типа, 10-й, 14-й, 19,5, как-то вот так вот, типа, не по порядку. И из-за этого я из 7 пунктов питания, получается, покушала только 3 пунктов питания. Да ладно, блин. То есть ты пропустила больше половины? Три точно пропустила. Офигеть. И потому что потом на 30-м я не могу, пункт питания не могу найти. Обалдеть. На 30-м я не нашла свою бутылку. Там стояла одна жёлтая, это у меня жёлтая бутылка была, и она не моя была. И я не пила, получается. В 25-м вообще стола не увидела. В каком-то тоже стола не увидела. Не было стола. Я поэтому Вове сказала, найди 35-ю мою бутылку. Он стоял там, показывал, вот-вот-вот, типа, твоя бутылочка. Офигеть. Блин, это очень интересная деталь, на самом деле. А бутылка в ней изотоник, к ней примотан гель, да? Ну, и гели, и там L-карнитин был у меня. А ты чувствовала, что тебе не хватает, ну, именно по питанию? Да, конечно. Когда бежишь, ты даже маленькую мелочь чувствуешь. А тут это, ну, типа, я бежала даже без воды. Я же не беру воду, потому что вот у меня скоро пункт питания через пару метров. А я подбегаю, ничего нету. И я, получается, там 10 километров вообще без воды бежала. Я хотела даже бутылку у мальчика отобрать. Мальчик вот так с бутылкой стоял. Я такая, у меня были мысли хватить бутылку. Потом такая, думаю, нельзя же вот по трассе брать. Вот, и не стала брать. Ну, были мысли. Белград очень красивый город. Я чуть-чуть посмотрела по сторонам. Он точно так. На старый Белград и как будто новый Белград. Люди вообще так хорошо. Почему у нас в России люди так не выходят и не болеют за марафонцев? Вообще столько людей вышли на трассе. Это так классно. Очень много детей вышли, там ведь пятюнюю раздают. Народ очень поддерживает марафонцев, спортсменов. Вообще я не бежала ни... Только в мостах не было людей. Везде и люди были. И все кричали, болели. Это было очень здорово. Даже там одна якутка была с якутским флагом стояла. Она кричала. И это было классно. Да, прикольно, что так получилось. Вот. Я думаю, что теперь точно все. Спасибо за интересные подробности, Сардана. Давай. Мы, короче, как всегда за тебя болеем. К азиатским играм. Ждем тогда тебя там. Все. Спасибо большое. Давай. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.